Привет, дорогие друзья, дорогие зрители, ну и чудо-комментаторы тоже здравствуйте. Сегодняшний обзор будет на деревенский дневник многомамы, мать-героиню Ольгу Быкову. Первое, что я хочу сказать, очередное хайповое название Ольги, да, меняю мужчин как перчатки. Вы знаете, если бы Ольгин Женя взялся за ремонт, не приходилось бы хайповать на названиях и менять мужчину за мужчиной как перчатки. Потому что если разобраться, да, я не понимаю функции папы в этом доме. Вот я уже неоднократно об этом говорила, я этого не понимаю. То есть как это, да, бросить беременную жену, поехать на какие-то якобы заработки, как Оля сама обозначила, что только недавно он смог найти работу. Простите, ребята, а как же жена, как же куча детей, тем более люди получают зарплату за детский сад. Папа развернулся и просто сквозанул. Я не буду сейчас поднимать тему, да, вот этих фраз, что они там не живут вместе и тому подобное. Почему? Потому что это никак не подтверждено. То есть доказательств нет никаких. А пустые разговоры или чьи-то там слухи, да, я передавать не буду. По той простой причине, что вы должны объективно понимать, что это интернет. И здесь каждый может представиться соседом, свекровью, другом бывшим, одноклассником и тому подобное. Поэтому если быть объективными, да, то есть достоверно нам неизвестно, что Женя ушел. Со слов Оли, он находится на заработках. И у меня возникает маленький вопрос. Как все пустить на самотек, бросить весь ремонт и якобы муж находится на заработках? Для меня это непонятно. Тем более, вы знаете, если человек столько времени пытался найти работу, то, по-моему, проще было делать в собственном доме ремонт и, да, вот эти деньги не заплатить дяде, а просто оставить в семье, то на то бы и вышло, чем его зарплата. Тем более, я не представляю, на какую зарплату реально Быкова пытается рассказать, что он устроился, на какую зарплату они реально рассчитывают. Если у него нет никакого профильного образования, понятно, что на высокий какой-то оклад явно не приходится рассчитывать. И в чем смысл? По-моему, намного легче помогать жене находиться в семье, вести вот это небольшое хозяйство, которое осталось, да, а жена пускай пилит свои видосы и зарабатывает деньги, как это было до того. Но сейчас, опять-таки, все время ставится акцент, что Женя на работе, на заработках. Ну, да ладно. Очередной ремонт, очередные хотелки. Оля платит всем и за все. Да, она платит. Хотя, вы знаете, я повторюсь, я не понимаю, почему это нельзя делать своими силами. Ну, вот реально для меня это непонятно. Но, опять-таки, зачем напрягаться, если есть товарищи, которые помогают? Да-да-да, чудо-комментаторы. Я обращаюсь именно к вам. Как Оля громко, громогласно сказала, что она решила не экономить. Правильно, Оля. Правильно на сто процентов. Зачем экономить на собственном ремонте, если есть товарищи, которые дают? Это глупость какая-то, какая-то там экономия, какие-то просчеты. Надо, вышла, попросила и порядок, и поехала дальше. Вообще, вы знаете, ребят, я удивляюсь. Человек выходит без капли какого-то стыда. Без капли какого-то, я не знаю, чувствовал унижение, ощущение унижения. Она выходит с гордо поднятой головой. Молодец. И конкретно объявляет очередную хотелку. Да, здравомыслящую аудиторию это возмущает. То есть люди сидят и думают, да, но когда ты наешься? Когда уже будет конец? Когда хотелки закончатся? Ведь два года мы наблюдаем сплошных хотелок. Но нет, все равно есть товарищи, которые усиленно кричат, да, конечно же, мы поможем. И когда начинают давать Оле советы, вы вдумайтесь адекватно, нафиг ей ваши советы, они ей не нужны. Она у вас не спрашивала о советах. Она у вас денег просит, а не советов. Что еще меня, конечно же, громко впечатлило? Там, где Оля на стриме, по-моему, очень громко, красиво так обозначила вот этот момент, да, что сейчас я перед вами отчитаюсь, и я думаю, вы будете рады услышать, куда же пошли ваши деньги, да. Люди рады, люди счастливы. Они такое доброе дело творят. Ремонт в твоей ванной, ремонт в твоей комнате, да, они действительно счастливые. Они получили массу позитива, заряд, вот ощущение, да, выполненной какой-то вот масштабной работы у тебя дома. И действительно, меня эти люди удивляют. Я почитала один коммент, там, где человек написал, что у него нет ремонта, но ей он поможет. Действительно, для меня это за гранью. А другой комментарий, который тоже меня очень развеселил, там, где женщина написала, что у нее тоже ремонт, вот ее карточка, скидывайте ей денег. Ну, понятно, что это был Степ. Но чудо-комментаторы, конкретно быковые защитники, написали, что не нужно здесь просить, открывай свой канал и там проси, как они вот за Олю, да, горой стоят. И вообще, вот эти чудо-комментаторы меня периодически удивляют. Вы знаете, есть категория людей, каких-то вот жертв, в моем понимании, да, которые стирают все говно, которое льется, и при этом пытаются вот обелить ее, отбелить, вернее, даже ее. И все равно, я не знаю, все стирают, едят молча, да, и при этом продолжают восхищаться. Только чем они объективно восхищаются, они обозначить не могут. Но если, не дай бог, ты написал что-то против, ты сразу переходишь в ряд завистников, либо суди-несудим будешь. Вот это коронные фразы третьего тут просто не дано, то есть на большее они просто не способны. Но это, наверное, какая-то степень зомбированности или не совсем адекватности, потому что, ну, не может адекватный человек себя так вести. Не может адекватный человек постоянно отрывать от своей семьи деньги для того, чтобы помочь другой семье, которая не нуждается, делать ремонт в доме или очередную какую-то хотелочку обозначать. Что еще хочется отметить, да, вот эти вот Олины, опять-таки, громкие фразы на стриме, что никто не ценит ее работы, а как же она вот посмотрела ради интереса, сколько стоит няня в час, домработница, зачем это смотреть. Вот для меня это вообще было очень смешно и весело, то есть человек сделал на этом акцент, потратил собственное время, зашел и посмотрел, сколько же получает домработница или получает няня. И, по-моему, да, любые, ну, функции мамы в этом и заключаются, накормить детей, убрать, постирать и тому подобное. И когда находятся, опять-таки, чудо-комментаторы, которые кричат, вот, посмотри, да, у нее дети чистенькие и тому подобное. Ребята, у меня маленький вопрос, а ваши дети что, грязненькие? Ну, вот, кто этим восхищается? У меня вопрос, ваши дети грязненькие? Что вы этим восхищаетесь? Любая мама это делает. Любая мама готовит еду, да, для своей семьи, убирает, стирает, с детьми уроки делает, проводит время, я не знаю, книжечки читает, играется. Ну, любая мама и папа это делают. Или у вас не так? То есть чем вы конкретно восхищаетесь? А тем, что много детей, да, можно было бы восхититься в том случае, если бы люди сами справлялись со своей большой, многочисленной семьей. Это было бы достойно уважения и реального восхищения. Но когда человек рожает, да, и перекладывает ответственность за своих детей на кого-то, свой ремонт на кого-то, поздравит собственных детей с днем рождения, перекладывает на кого-то, мужа поздравит с днем рождения, перекладывает на кого-то, то простите, что достойно восхищения. Или вы тоже, да, все свои проблемы привыкли перекладывать на кого-то. И акцент делается какой Оли Быковой всегда, да, мы бы справились и без вас, но это было бы дольше. Да психони, Оль, хоть раз и справься сама, покажи всем, что ты это смогла. Опять-таки, периодически, да, я уже не первый раз слышу вот этот акцент на машине, да, что машина ломается, и вот ломается она бесконечно и постоянно. Я думаю, что вот-вот, скорее всего, после бани, а я думаю, весной сбор на бане обязательно откроется опять, начнется обязательный новый сбор на машину, потому что наша я же мать будет просто уже не справляться без новой машины, потому что это постоянно, да, у нее сыпется и ломается. И опять-таки, я думаю, Оля еще будет очень долго эпатировать публику вот этими своими сборами, потому что действительно она уже как бешеная, то есть она уже вошла в такой вкус, в такой какой-то, я не знаю, мега аппетит, она уже такое ощущение, что просто не может остановиться, все время вот дай, 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 дай. Такое ощущение, что это единственное слово, которое она выучила за всю свою жизнь, дайте, подайте. И действительно как-то, ну не знаю, неприлично это выглядит от многодетной мамы, верующего человека, вот эти постоянные какие-то попрошайничества, вот настолько себя как-то, я не знаю, унижает и унижает, скажет, днем все больше и больше, а я думаю, скоро ремонт уже пойдет по всему дому, так что чудо-комментаторы трудиться, вам не покладая рук. Ну а на сегодня, ребят, я вроде бы все сказала, продолжение следует, пока, до новых встреч!